Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 1.0.0.1.0.0 Водителя зазвонил мобильник Он поднёс трубку к уху Несколько секунд слушал А потом протянул телефон своей пассажирке Это вас Лилу оторвалась от окна С ненавистью посмотрела на телефон В первую секунду Ей захотелось выйти из машины Но всё-таки она взяла трубку Алло, Тань, это я Ренат говорил торопливо Боясь, что она сейчас отключится Слушай, я не знаю, я запутался Всё нормально, холодно ответила Лилу Ты не виноват Мне все так часто говорят, что я не виноват Что, честно говоря, я уже почти уверен в том Что всё произошло по моей вине Не переоценивай себя Девушка усмехнулась Скорее ты выглядишь как козёл отпущения Извини за такое сравнение Ренат замялся В трубке повисла пауза Не знаю, наверное Ответил Ренат и тяжело вздохнул На другом конце радиоволны Находилась не просто девушка знакомая Там было то, что осталось у него от их общей прошлой жизни Ренат не хотел, не мог Не имел права это потерять Ты можешь вернуться? Зачем? Мне не нужны утешения Спокойно ответила Лилу Утешения? Может быть, они были нужны не ей? Тань, послушай Мысли Рената путались Все ушли Клона больше нет Ворм, Илюха У меня не было никого, кроме вас Я не хочу потерять и тебя Вернись Это ничего не изменит Изменит, пожалуйста Девушка молчала Таня, ты слышишь меня? Слышу Ренат, почему это не случилось раньше? Что не случилось, не понял Ренат Почему раньше никто никого не попросил вернуться? В голосе Лилу зазвучала неприкрытая тоска Ренат зажмурился, услышав эти слова Он чувствовал себя идиотом Перед собой, перед ней Лилу помолчала несколько секунд и продолжила Может быть, Алиса хотела узнать, можно ли нам верить? Сможем ли мы не предать, зная цену, которую придется за это заплатить? Сможем ли мы предать, испытав это однажды на себе? Мы должны верить, негромко сказала Ренат Хотя бы друг другу Лилу тяжело вздохнула Я хочу уехать, Ренат Тань, Алиса не будет больше вмешиваться Да при чем здесь Алиса? Девушка горько усмехнулась Мне надоело все это Знаешь, когда нам пришлось скрываться Я первое время боялась заходить в сеть Было как-то непривычно А Фил, он показал мне другой мир Без компьютеров, без программ Без ежедневного страха за жизнь Ренат, ты знаешь, сколько людей живут Ни разу в жизни не заходив в сеть? Они смотрят фильмы в кинотеатрах, а не на мониторах Вместо того, чтобы установить красивую фотографию леса на десктоп Идут в этот лес гулять Тань, ты берешь ручку, чтобы что-то записать на клочке бумаги И ищешь, где переключить раскладку с английского на русский Я больше не хочу так жить Обычный киберпередоз, как назвал это Илюха Когда сутки напролет пишешь прогу Представляя, что она должна делать И преобразовывая свои мысли в алгоритмы То потом, увидев перегоревшую лампочку Автоматически пытаешься найти ее исходники Бывало и такое Эти истории становились анекдотами И люди, никогда с этим не сталкивавшиеся Смеялись над ними Куда ты поедешь? Спросил Ренат Не знаю, призналась Лилу Ты, Ренат, запнулся, но все же еще раз неуверенно спросил Ты вернешься? Я не знаю Я устала Я устала, Ренат Очень устала Удачи тебе Тань, крикнул Ренат в трубку И услышал короткие гудки Закурил Постоял с минуту Бросил недокуренную сигарету в лужу И, повернувшись, медленно пошел прочь Он успел сделать всего несколько шагов И телефон у него в кармане призывно затрезвонил Алло Мне постоянно приходится исправлять твои ошибки Раздался в трубке знакомый голос О чем ты устала? Спросил Ренат Вернись обратно и жди Сказала Алиса Я сделаю все сама Я просто вернись обратно и подожди несколько минут Настойчиво повторила Алиса А пока будешь ждать, подумай над тем, что ты боишься ей сказать Что сказать? Надеюсь, ты поймешь, хоть и это Алиса отключилась Ренат спрятал телефон и пошел обратно Он думал о том, что сейчас Алиса свяжется с Лилу И как только Таня поймет, кто с ней разговаривает Всяким отношениям конец Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова